Хороши создания, но несравненно лучший создатель, который их сотворил. Верою приобретается познание о Боге, а без веры невозможно познать Его. Последняя цель человека – в Боге, в общении или живом единении с Богом. Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим Словом. Он все может сделать, что пожелает. Бог – высочайшее существо. Ему нет равного никого и нигде, ни на земле, ни на небе. Мы, люди, своим разумом вполне постичь Его не можем. Бог пребывает выше всякого не только человеческого, но даже ангельского постижения. И сами мы ничего не могли бы узнать о Нем, если бы Сам Бог не открыл нам о Себе. Что мы знаем о Боге? Все это открыто нам им самим. Когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, то являлся им в раю и открывал им о Себе. Как Он сотворил мир, как можно веровать в единого истинного Бога и как исполнять волю Его. Это учение Божие сначала передавалось устно из рода в род, а потом, по внушению Божию, было записано Моисеем и другими пророками в священной книге. Наконец, Сам Сын Божий, Иисус Христос, явился на землю и дополнил все, что нужно знать людям о Боге. Он открыл людям великую тайну, что Бог один, но троичен в лицах. Первое лицо – Бог – Отец. Второе лицо – Бог – Сын. Третье лицо – Бог – Дух Святой. Это не три Бога, а один Бог в трех лицах. Троица единосущная и нераздельная. Все три лица имеют одинаковое божеское достоинство. Нет между ними ни старшего, ни младшего. Как Бог Отец есть истинный Бог, так и Бог Сын есть истинный Бог, так и Дух Святой есть истинный Бог. Различаются они только тем, что Бог Отец ни от кого не рождается и не исходит. Сын Божий рождается от Бога Отца, а Дух Святой исходит от Бога Отца. Иисус Христос через раскрытие тайны Пресвятой Троицы научил нас не только истинно поклоняться Богу, но и любить Бога. Так как все три лица Пресвятой Троицы – Отец, Сын и Святой Дух – вечно пребывают друг с другом в непрерывной любви и составляют собою одно существо. Бог есть Всесовершеннейшая Любовь. Бог есть Любовь. Иисус Христос Великую тайну, которую открыл нам Бог о себе, тайну Святой Троицы, наш слабый ум не может вместить, понять. Святой Кирилл, учитель славян, старался так объяснить тайну Пресвятой Троицы. Он говорил, «Видите на небе круг блестящий, солнце, и от него рождается свет и исходит тепло. Бог Отец, как солнечный круг без начала и конца, от него вечно рождается Сын Божий, как от солнца свет, и как от солнца вместе со светлыми лучами идет и тепло, исходит Дух Святой. Каждый различает отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло. Но это не три солнца, а одно солнце на небе. Так и Святая Троица, три в ней лица, а Бог единый и нераздельный. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сии три – суть едина. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святой Августин говорит так. «Ты видишь Троицу, если видишь любовь». Это значит, что тайну Пресвятой Троицы скорее можно понять сердцем, то есть любовью, чем нашим слабым умом. Учение Иисуса Христа, Сына Божия, было записано Его учениками в священную книгу, которое называется Евангелием. Слово «Евангелие» значит «благая весть». А все священные книги, соединенные вместе в одну книгу, называются Библией. Это слово греческое, по-русски означает «книга». В следующей главе мы расскажем вам о том, что нам открыто о Боге из Священного Писания. Поговорим о свойствах Божьих. Где вера, там и сила, а где неверие, там и немощь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok